ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим Кольбрайхт. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Максим, ну, скажите, пожалуйста, кто сегодня все-таки читает эти живые журналы? Я так думаю, что определенный круг читателей есть. У каждого, наверное, кто пишет в живой журнал, у кого-то их больше, у кого-то их меньше. В зависимости от тематики, в зависимости от раскрученности и популярности журнала. Вы специализируетесь на какой тематике? В основном, значит, тематика моего журнала – это авиафотография и путешествия. Сейчас говорят о том, что социальные сети обходят постепенно живой журнал. Хотя он тоже социальная сеть, но вот традиционные ВКонтакте, Фейсбук и так далее становятся более популярны, чем ЖЖ. Так ли это, на ваш взгляд? Здесь двоякое впечатление у меня. Понятно, что в социальных сетях есть подобные группы, где эти же темы обсуждаются, выкладываются фотографии. И где-то это может быть более оперативнее происходит, чем в ЖЖ. Потому что в ЖЖ иногда это требует писать достаточно больших текстов, искать какую-то дополнительную информацию. В социальной сети это иногда, и в таких инструментах, как Инстаграм, это буквально постится тут же сразу непосредственно с объекта съемки. Ну, ЖЖ более располагает к такому чтению непосредственному. То есть это как бы вдумчивое чтение, а социальные сети это более предоставление оперативной информации. И в данном случае здесь они как бы друг друга дополняют, а с другой стороны, очень часто мы используем социальные сети именно для раскручивания своего ЖЖ и привлечения внимания читателей. Вот, кстати, у нас с 1 августа 2014 года начал действовать так называемый закон о блогерах. Скажите, в вашей блогерской жизни что-то от этого изменилось? Ну, в принципе, я знаком с этим законом, да. Скажем так, пока прямо он меня не коснулся, то есть у меня нет пока вот... Тех самых миллионов подписчиков. Тех миллионов подписчиков, да, которые заставят меня зарегистрировать. Ну, в принципе, журнал у меня всего два года, как ему, и за это время я считаю, что как бы достигнуто даже за эти два года, как бы очень много, и я сам даже просто не ожидал, как бы, что вот столько будет читателей, подписчиков, и такая активность по журналу. А самый важный вопрос, который беспокоил всю нашу редакцию, когда мы готовились к этому эфиру, деньги это приносит? Я скажу так, что, наверное, как любое, наверное, хобби и увлечение, оно больше денег, наверное, забирает, чем приносит, потому что если мы возьмем, да, любого, скажем так, коллекционера, да, который что-то собирает, он, наверное, больше вкладывает, чем получает. Да, конечно, есть примеры живых журналов, которые приносят хорошие деньги, есть, конечно, топовые авиафотографы, которые продают свои фотографии. Пока вот на себе сильно я не учтил, да, некоторые журналы российские авиа запрашивают мои фотографии, печатают, присылают взамен, как бы, где здание где-то все вышло, да. В большей степени вы все-таки удовлетворение получаете. Больше это, да, я получаю удовлетворение, но понятно, что это требует иногда затрат, куда-то съездить, где-то побывать и так далее. Ну что ж, по-моему, это прекрасно. Мы желаем вашему живому журналу дальнейшего развития, мы желаем вам новых фотографий, новых интересных мест для съемки. Ну и самое главное, как будете миллионщиком, вы уж там не забывайте, подписывайте, что там новое утро, там тоже группа ВКонтакте, хорошие ребята там туда-сюда. Спасибо вам огромное, желаем вашему ЖЖ увеличение количества подписчиков, вам увеличение количества интересных мест для съемок, интересных фотографий, дальнейшей монетизации, ну и, собственно, роста и развития. И хороших, интересных новостей. Собственно, как и нам, как раз-таки у нас новости на 12-м канале прямо сейчас в эфире.